Привет, ребята! Это Madcore и курс ControlPaint.com и мы сегодня продолжим говорить о работе с цветом кожи в фотошопе. И сегодня мы поработаем с иллюстрацией. Мне нужно настроить цвет и попробовать различные варианты кожи гоблина. И отличный способ работает использовать функцию карта Gradient Gradient Map. Для начала мне нужно выбрать кожу гоблина. Чтобы сделать это, нужно создать выделение той области, которую вам нужно модифицировать. Потому что работать мы будем не со всем изображением. И как только вы создадите выделение, вам нужно создать корректирующий слой, который называется карта градиента. И в результате цвет поменяется. И как вы видите, это изменило лишь тон кожи. Отлично! Так как я использую как корректирующий слой карту градиента как фильтр, то этот слой интерактивен. То есть я могу поиграться с ним. Если кликнуть на небольшом превью, то появится окно редактора градиента. И теперь я могу выбрать любой пресет градиента. Вы же видите, что это очень мощный инструмент. Сейчас вы видите в действии основополагающий принцип, который утверждает, что при переходе от освещенных участков к затененным, тон кожи постепенно меняется. И вот различные тона при изменении освещения кожи градацией цвета. Я выбрал этот градиент, так как он создает очень крутые голубые тени и придает коже теплый-теплый желтоватый оттенок. Но, как вы видите, на освещенных участках на лбу гоблина также видны голубые оттенки. Образуется что-то вроде ледяного отражения. Это потому, что мне хотелось, чтобы часть холодного голубого освещения леса отражалась на коже. Как и в прошлом видео, я выбираю цвета, исходя из понимания того, как работает цвет. Плюс я использовал скриншоты из различных фильмов. И вот тогда я нажимаю ОК. Таким образом, я пересоздаю градиент, и он получился очень крутой. И вот теперь я скрою градиент, и вы можете увидеть оригинальные цвета. И так как этот слой корректирующий, то я работаю аккуратно, не изменяя само изображение. Но, если увеличить масштаб, станет видно, что я кое-что потерял. Вот смотрите, вы можете увидеть, что глаза, к примеру, немного желтоватые, они смешались с остальной кожей. Мне такое не нужно. Нет проблем. Давайте кликнем на иконку маски, и после переключимся на черный цвет и закрасим участки, которые мне нужно защитить от эффекта градации. Также закрасим наручи на запястьях, чтобы градация не действовала и на них. Использование маски – это вообще отдельный вопрос. Пока что просто убедитесь, что корректирующий слой действует лишь на нужные вам участки. Как вы видите, разница между оригинальным изображением справа и колоризированным слева, она очень заметна. Но ручную работу, ручную у меня ушло бы очень много времени. Я даже не знаю, есть ли более быстрый способ добиться того же эффекта иным способом. Еще одна причина, по которой эта техника очень мощна, это то, что корректирующий слой интерактивен. И если открыть сам градиент, я могу отрегулировать рассеивание каждого цвета. Кроме того, я могу настроить тон каждого отдельного компонента градации. И вот у меня умеренный зеленый тон. И если нужно, я могу сделать его более красным. Это изменение видно в режиме реального времени. Ого, выглядит слишком резко. Стоит немного убавить насыщенность. И затем настроим плавное смешение. Окей. И я также могу настроить относительное распределение, чтобы настроить то, как цвет изменяется при переходе от цвета к тени. Так я очень быстро могу внести существенные изменения. Плюс эти изменения необратимы. Я могу нажать отмена, и все эти изменения исчезнут. Или же я могу поменять пресет градации и применить другие настройки. Как вы видите, эта техника, она чрезвычайно мощна. И использовать ее можно не только для работы с тоном кожи. Вы можете попробовать использовать опцию карты градиента выборочно в самых различных сочетаниях. Если часть изображения освещена, а часть находится в тени, то стоит попробовать использовать эту функцию. Но я хочу вас предупредить, мой рисунок еще не закончен. Мне еще нужно поработать поверх него, чтобы довести рисунок до завершения. В конечном итоге, карта градиента это фильтр, инструмент. Вам нужно приложить к рисунку собственную руку и добавить ему жизни. Но 90% работы уже готовы, и все благодаря крутой функции карта градиента. Итак, найдите свои старые рисунки и поменяйте тон кожи на каком-нибудь персонаже. Попробуйте повторить другое изображение или же скриншот из фильма. И вы многому научитесь, даже если просто поэкспериментируете со слайдерами. Спасибо за внимание.